Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами бизнес-завтрак. Меня зовут Роман Дусенко, я с огромным удовольствием приглашаю, представляю нашего нового спикера, спикера сегодняшней программы Андрея Ващенко. У нас, когда мы обсуждали с тобой наши титулы, я говорю, как представить, ты говоришь, эксперт по начальникам. Я говорю, ну ладно, хорошо, отправил в нашу студию. Я говорю, что такое эксперт по начальникам, что это вообще такое? Я говорю, ну хорошо, давайте просто эксперт напишем. Поэтому, друзья, сегодня в нашей студии настоящий эксперт по начальникам. Мы все привыкли к тому, что начальник – это бог, к нему люди приходят по всем вопросам. Палец у него заболел, дети у него выходят замуж, пенсию уходят. Что такое? Это феномен российский какой-то или что? Ну, я думаю, что это на самом деле такая самая близкая к природной составляющая. Ну, не знаю, Лев же не занимается, там KPI, не делает планёрки, не проводит, а вполне нормально командует своим прайдом. Так и у нас. У нас это наиболее такая натуральная, естественная система выдвижения лидеров, управления лидерами. Скажи мне, пожалуйста, у нас это имеется в виду национальная особенность? Я думаю, что это ближе к тому, что условно бывший СССР – это зона, где именно такие традиции. У нас не руководители, у нас начальники. Начальники. Почему об этой особенности не учат ни в одной бизнес-школе? У нас вообще нет ни одной школы, где учат быть начальником. У нас есть инженеры, у нас есть писатели, у нас есть менеджеры, как сейчас говорят, типа MBA получают. Менеджер торгового зала. Да, нигде не учат быть руководителем. Слушай, ну вот примерно то же самое я испытывал, когда был молодым совсем, и мне тогда говорили, что руководителем, чтобы стать, учат в двух местах. Это военные и педагоги. И я понял, что тогда военный мне не очень светило, но я пошёл в педагогический. И вот мой путь руководителя начался от того, что меня учили управлять людьми. То есть, дидактика, педагогика, все эти дела. И ещё была высшая партийная школа. Да, и безусловно, конечно, мы с того возраста, когда я был и октябрёнком, и пионером, я вступал в комсомол, возглавлял идейно-политический сектор в комитете комсомола. А самое прикольное, знаешь, я всю жизнь вёл политинформации. И это и есть уровень, это и есть как раз начало нашего влияния. Давай начнём с простого. Всё-таки, что же такое феномен начальника сегодня, из чего, как к нему подходить? Ты эксперт почему? Как вот это всё упаковать? Я эксперт по тому, как из обычного человека получается начальник, как он из него вылупляется. Из всех ли получается? Я так скажу. Если проявляется возможность, я тут очень хорошо рассказал свою историю. Октябрёнок, комсомолец, пионер и так далее. Шанс появляется всегда, но большинство этим шансом не пользуется. Или воспользовавшись, обжигается очень сильно и больше не повторяется. Первое – любовь. И поэтому вопрос в том, что для некоторых этот шанс, этот способ раскрыться, начальнику этот шанс из себя вылупится. А для некоторых это жуткая, неприятная, мерзостная вещь, которая прям вот как политика грязная и нехорошая. Но вот почему не все становятся начальниками? Ну что значит не все? Понимаешь, вот у меня брат, допустим, стал начальником в 43 года. Или Путин стал президентом в уже зрелом возрасте. То есть у разных людей в разное время появляется возможность измениться. А вот дальше это изменение, оно бывает разным. Многие, к сожалению, не справляются. Они изменились уже не прежние, но они стали лучшей версией себя, они стали худшей версией себя. И вот хороший руководитель тот, который меняется так, чтобы и ему было лучше, и лучше была компания и так далее. Окей, хорошо. Все кричат о том, что нужно развивать предпринимательство. Это примерно то же самое, что все вдруг захотят взять на себя ответственность. Не захотят. Ну как было с космонавтикой. Все говорят, что нужно быть космонавтами. Предпринимателями становится очень мало количества людей. Я работаю с руководителем каждый день. И я вижу то, что все они разные. Без сомнения. Характеристика и вот, как их называют, наборов упаковки разных видов, можно назвать кучу. Да. И у всех у них есть одна фишка. Они все примешаны к своему лидерскому стилю, к своему личностному я. По-другому невозможно. Там самодур, властолюбец, лидер, садист, все, все, все. Почему? Почему этого нет в западных моделях? Я хочу сказать следующее. Западная модель нам навязывает красоту. Есть, существует некий идеал где-то, который очень красивый, самый лучший, самый хороший, самый эффективный, а вы плохие. Стремитесь, дебилы, учитесь. Это как с модными журналами женскими. Открывает женщина журнал, по-хорошему она должна увидеть что-то, что ей нравится. А по факту, цель журнала говорит ей, что она уродина. И так всё делается для того, чтобы она испытывала стыд, испытывала дискомфорт, испытывала плохое отношение к себе, и при этом она больше покупает. Того, тех же журналов там. Да, где мы узнаём про начальников правильных в книгах, чтобы вы покупали бесконечное количество литературы необходимо, чтобы начальник с ними чувствовал себя плавным. Согласен, вот по поводу книг, это вообще, я посмотрел объёмы динамика выпуска деловой литературы в России, порядка 100 тысяч бизнес-литератур, ну это завалить. Сейчас любой может упустить свою книгу. Я про это вообще не говорю, это уже бизнес, сделай себе книгу, это нормально. Пусть будет рынок сам определить, что нужно. Нет, я говорю про нормальных авторов, которые признаны на Западе, мы переводим, здесь печатаем. Читая об этом, получается, ты как бы смотришь фотографию той компании, это же никогда не возможно повторить. Конечно. А с другой стороны получается, что Московская школа бизнес-управления Сколково, Высшая школа управления, Ранхи, всё остальное, все преподаватели так или иначе в большинстве своём случаях строят свои лекции на каких-то уже прочитанных кем-то книгах. А ещё более печально, знаешь, что они как бы просто берут и пересказывают. Я в Ранхи, в прошлом году мне дали возможность повести маленькую группу. Я пришёл, говорю, дайте мне посмотреть лучшего профессора. Что получилось? Литература, 19 век, он им под запись даёт свои мысли. Разве это можно так вот делать? Давай вот смотри, всё плохо с точки зрения обучения. Руководителями становятся по разным причинам. Если ты стал предпринимателем, ты априори стал руководителем. Да. Что делать? Вот как жить обычному предпринимателю, вот нас смотрят по всей стране, чтобы его эффективность, результативность была высокая? Потому что все спрашивают, что делать и как? Значит, первая проблема. В нашей стране негативная корпоративная культура. Никто никому не говорит спасибо. И поэтому главная проблема любого руководителя в том, что даже если он весь вообще надорвался, сделал для страны, для компании вообще всё, никто спасибо ему не скажет. А дома-то тоже не говорят? И дома не говорят. И поэтому самая главная проблема начальника в том, что он сам должен решить, что хорошо, что плохо. Бесполезно ему спрашивать кого-то. Всегда будут довольны, будут недовольны, не будет никакого баланса, не будет никакого волосы. Смелость должна же быть у него или, скажем так, те железные? Вот опять, называть это можно по-разному. Смелость, предвидение, что угодно. Самое главное, чтобы тело разрешало руководителю переносить стресс в неопределённости. О! Подходим к понятию энергетики. Да. Смотри. Всё начинается, как всегда, с правил. Мы не можем выехать на дорогу, если там есть железо-дорожное движение, должны знать правила. Начинаем работать в компании, должны быть правила. Но ты мне сам сказал сегодня утром, что несмотря на то, что хочет руководителю или не хочет, правила в компании уже есть. Да. Как ему вытащить их, понять их и сказать, что теперь это мои правила? Вопрос очень сложный. Это как с психоанализом, как с чем-то ещё. То есть, в компании как-то сложился внутренний порядок. Всегда. Да. Есть написанные правила, а есть ненаписанные. Работают, только ненаписанные правила. Писанные и неписанные. Да. И, соответственно, когда есть такая традиция, типа давайте опишем бизнес-процессы, это вроде как попытка сформировать реальные правила, по которым все работают. Это неплохой вариант, можно описать бизнес-процессы и заставить всех их исполнять. Но проблема стоит в том, что обычно сам же начальник в первую голову их и нарушает. У нас в стране начальник Бог, он сам себе закон. И для начальников законы неписанные. Как только он закон записал, он становится уже не Богом, он становится один как бы из… Это что, получается, он это подсознательно чувствует и это не делает? Да. То есть, как только он это всё написал, первый, кто ломает регламенты, сроки, согласования – руководитель. Почему, опять же, проводим собеседование, приходят люди с западной компанией, и говорят, вы знаете, у нас всё правильно, и начальник правила выполняет, и он первый на велосипеде ездит. Потому что там правила, как в церкви, ты же приходишь в храм, ты же не пытаешься установить свою традиционную Со своим уставом в чужой монастырь не ходи, да? Вот чем сильна любая иностранная компания, она приносит чужую культуру как бы издалека. Это источник культуры находится не здесь, а за пределами. И правила установлены не нами, а просто их спустили, и первые, кто пришли, лучше всех эти правила выучили. Текущие лидеры – те, кто лучше всех выучили, те правила. И они просто для них стали естественными, обычными, и каждый новый приходящий просто играет в эту игру. Супер. Смотри, возвращаемся тогда к некому фундаменту. Хочется простроить нашу какую-то структуру, чтобы после просмотра передачи, я вообще считаю, что если люди хотят услышать, они всё услышат. Сомнение. Желание, да. О, раз, два, три, четыре, пять. Первое. Что в основе лежит вот в этом менеджмента, даже не будем говорить, давай уберём, начальствования? Значит, готовность решать за других. Готовность. Да. То есть, когда человек не испытывает боли, страха и тревоги от того, что принимаемое им решение приводит к изменениям не только для него, а для большого количества людей. И он это делает на автомате? Да. Вообще не только. Как дышит. Хороший, правильный, природный начальник командует, как дышит. Это естественным образом. Когда ты выходил читать свою информацию, для тебя было нормально, что все молчат, все слушают. То есть, ты не парился, не просил их молчите, сволочек, я буду рассказывать. Нет. То есть, ты выходил, вставал, если ты правильно вставал, тебя слушали, а другой выходил, мял, сажался, и аудитория теряла фокус. Скажи мне, расшифруй вот это понятие «правильно вставал», ведь ты глубокий смысл в этом заложил. Я понимаю, да, просто у руководителя есть 10 инструментов власти. Давай пробежимся. Есть 5 биологических, есть 5 социальных. Мы млекопитающие, поэтому биологические виды власти такие же, как у волков, как у быков, у кого угодно. Вот есть, допустим, власть в картинке. Такую можно метафору. Все смотрели фильмы «Голливудские боевики», не «Голливудские», некоторые не связываются, потому что знают, что если старичка разозлить, будет плохо. И вот смысл в том, что старичок так выглядит, что специалисты знают, что с ним связываться нельзя. Вот приходят на переговоры вор в законе, и по нему видно, что он вор в законе, не потому что он на колке, а потому что он сидит так, что он из него ведёт уверенность, как бы он себя правильно ведёт. Он не бросает понты, он ведёт себя, ну так сказать, женщина любит мужчин за то, что они уверенные. Я понимаю, о чём ты говоришь. Я хочу, чтобы ты раскрыл это, потому что это важнейшая вообще фундаментальная вещь. Вот бывает, заходит один человек, и всё… Да, но это называется картинка для всех. А другой заходит и… Да, я просто говорю следующее, вот ещё раз. Если ты уже начальник, значит, у тебя уже есть власть в картинке. Ты можешь это прокачать? Да, просто, во-первых, себя посмотреть, увидеть, что в тебе других запускает, почему тебя слушаются. То есть, это вот вопрос о сознании элементарного. Присмотреться, то есть, нужно быть к самому себе внимательным. Это нельзя спросить, вот нельзя вот сесть и спросить, «Вася, почему ты меня слушаешься? Вася, нельзя с тебе нормально обратить связь? Я могу помочь, я могу пытаться как бы рассказать…» Слушай, и вот здесь сразу возникает следующий вопрос. Ведь первое, что человек испытывает, глядя на себя в зеркало – какой же ты мудак, какой же ты урод. Это типичная такая вот наша российская вот эта вот ситуация с самокритикой, когда мы видим себя в зеркало, и вместо того, что я красавчик, а ещё умничка, большинство говорит, о, тут прыщик, вот тут как бы там не то, ещё что-нибудь. Получается, основе идёт самоуважение человека к самому себе. Да, да. Самопринятие. Начальники обычно себя больше любят, чем обычные люди. Как сделать так, чтобы человек, вот руководитель, поверил в то, что он руководитель? Вот прям так сделать нельзя. Многие начальники вслух этого не признают. Знаете, как с любовью. Есть мужчина, который говорит женщине, что он и любит, а есть только другие поступки. И женщина выбирает вторых. И с начальником это же история. Не важно, что он говорит психологу, не важно, что он говорит в телеинтервью, важно, что он делает. Если он каждый день приходит на работу, каждый день командует и работа делается, а ночью он плачет в подушку, такой я несчастный, кривой косой, да всем пофигу. Коллектив доволен, потому что начальник выполняет свою функцию. Так вот здесь критерий поступки. Для начальника самое главное понимать, что он чувствует, это вторично по отношению к тому, что он делает. Если ему его чувства не мешают выполнять каждодневный подвиг, приходить, руководить, зарабатывать деньги, он молодец. И вот это нужно принять. То есть ценно в нём, не то, что он чувствует, ощущает или показывает. О том, что он делает. К сожалению, мы часто путаем, мы про свои чувства думаем, про свои какие-то ощущения, а про поступки, ну чё, я даже работаю, это же нормально. Ничего подобного, другие этого не делают. Это и есть самое ценное. Изменение фокуса внимания, изменение понимания того, что в тебе ценно, позволяет начальнику переосмыслить себя, переоценить. Просто делай. Да. Окей. Это была какая из пяти картинок, это социально биоид, мы сейчас про какую говорим? Это мы говорили про биовласть. Давай вторую. Пять. Ой. Значит, первая, самая простая, власть беззащитности. Начальник не может сделать всё. Если он может сделать всё, он не начальник, он герой. И он обычно очень быстро умирает. Главная функция начальника – быть начальником долгие годы. То есть при всех остальных компетенциях главное – сохранять способность управлять людьми длительное время, годы. Это помогает всем остальным быть счастливыми. И поэтому если он это может делать, это важно, поэтому начальнику себя нужно беречь. Многие начальники – трудоголики, маньяки, которые там все просто наизоз убивают. И из-за этого же страна теряет ценных людей, потому что они растрачивают себя зазря. И очень важно, чтобы руководитель себя жалел. То есть нужно быть беззащитным. Нужно, чтобы не ты всегда был герой на амбразуре и так далее, а чтобы подчинённые, некоторые, не все, знали, что вы человек. И тогда, когда они это знают, они на вас пашут не потому, что вы им платите зарплату, не потому, что вы приказываете, а потому, что им хочется. Они находятся под вашей властью беззащиты. Слушай, я вот буквально не могу тебя не спросить о феномене, ведь на самом деле зарплаты низкие. В России вообще. Вот прям вот выезжаешь… В Африке меньше, в Украине меньше. Нет, я просто к тому, что всё-таки мы живём несколько вот в другой стране, Москва. Москва другая страна. То есть ты приезжаешь и бюджет семьи там 30-40 тысяч. Извиняй, я сам приехал с Дальнего Востока. А ты откуда с Дальнего Востока, скажи мне? Я жил по всему Дальнему, я был в Комсомольск-на-Амуре, Тында, Ургал, Олонка и так далее. Я родился в Советской Гавани, прожил в Комсомольске-на-Амуре, так что мы с тобой земляки. Да, да. Итак, скажи мне, пожалуйста, почему люди долгие годы ходят в одну и ту же компанию, получают маленькие зарплаты и не уходят в другую на повышение? Что их удерживает? Начальник? Нет. Что является ядром? Ядро привычки. Привычка – это основа нашей жизни. Привычка совершенно. И, соответственно, да. И поэтому у одних привычка командовать, а у других привычка жаловаться, что у них всё плохо. Маленькая зарплата, что-то ещё. Зато так спокойнее думать не надо. То есть самое дорогое в жизни человека – думать. Большинство думать не хочет. И поэтому мы успеваем за начало нашей жизни выработать набор привычек, и мы в них живём до конца этой жизни. Окей, всё, хорошо. Третье. Из пятых. У нас пять. Власть звука. Это что означает? Это означает, что обработка информации происходит не в мозгу, в разных центрах. Глаза в одной зоне… Вербалика, невербалика. Нет. Ещё раз. В мозг входит информация от рук, от глаз, от языка, от чего угодно, от 28 органов чувств. Как бы звук более древнее чувство, чем зрение. И обработка происходит в другом отделе мозга. Раньше вот командир – это был командный голос, например. Раньше не было радиостанции, поэтому нужно было орать. То есть только были требования к лидеру, чтобы он мог выполнять свою функцию, он должен был уметь говорить правильно и слышать оттенки голоса. Сейчас есть усилители, что-то ещё, и у нас голос стал менее важен. Но он по-прежнему внутренний. И поэтому многие начальники, особенно женщины-руководители, обладают уникальной способностью поколять других, даже не понимая, почему это происходит. Очень часто основа этого – голос. Окей. Четыре. Мы говорили – власть, картинка, голос. Значит, что ещё? Власть, выносливость. Это тот же вариант, что мы говорили в начале производной беззащитности. Нужно уметь отдыхать, но нужно быть выносливым, потому что в нашей стране начальник отвечает за результат. Поэтому способность его выносить стресс – это важнейшая вещь. Окей, это био всё идёт. Да, это всё био. И последнее, пятое. Ещё раз, значит, беззащитность, выносливость, картинка, звук, эмоции. Эмоции. Значит, да, важно быть эмоциональным. Это сейчас вот эта фишка, которая все говорят, даже ленивый не говорит об эмоциональном интеллекте? Нет, это полное говно. Извини за плохое слово. То есть, ещё раз, эмоции – это способность дать понять, что ты говоришь без слов. Лев же не разговаривает, его же понимают львицы. То есть, мы способны на самом деле выразить огромное количество информации и своё отношение к чему-то, не разговаривая. Вот способность руководителя показать подчинённому, хороший он или плохой, не говоря это вслух – ценнейшее умение. Поэтому, что такое хороший артист? Артист умеет замедлить скорость протекания мышечных реакций на лице, у него эмоция становится видна. Это то, о чём ты мне сегодня говорил про интервью, да? Да. Окей, пять социальных. Власть слова, потом власть мифа и сказки. Сторитейлинг? Ну, не совсем так. Потом идёт власть идеи, власть идеологии, и что-то я пропустил, получилось 4, да? Неважно. Значит, суть в следующем. Мы от животных отличаемся тем, что мы можем вкладывать в звуки смысл. У животных это встроенный смысл, мы можем дополнять смысл. И начальник, настоящий начальник, условно придумывает новые слова. Он вообще в любом коллективе, есть свой сленг, как в любой мужской, женской паре, есть особые слова… Которые понятные. Да, да. И вот в коллектив любой маленькой компании… Рыбка моя там. Да. Часть культуры – это особенность разговоров, особенность терминов именно в этой компании. Часто это не очевидно, но своих узнают по определённым признакам, по говору, по каким-то вещам, это делают людей вместе. Когда делаешь команду, очень важный общий язык. Давай немного поговорим про идеологию, потому что идеология… Дай секундочку, попытаюсь ввести, почему я говорю. Часто, зачастую даже так, идеология формальная, я всё-таки туда чуть-чуть возвращаю, в виде ценностей компании, написанной на слайды. Сейчас, одну секунду, сейчас просто попытаюсь рассказать. Но это не работает, они на сайте висят, всё остальное. Работают неформальные вещи. Что ты понимаешь под словом «идеология начальника»? Смотри, значит, я сначала сделаю такую иерархию. Давай. Командовать разным размером компании можно разными инструментами. 99% руководителей хватает обычных биологических видов власти. Поэтому бандит без образования спокойно может командовать небольшой фирмой… То есть 5 черт биовласти. Да, вполне хватает. Как только получается нормальный законный бизнес, как только ты начинаешь руководить большим коллективом, а если говоришь о губернии, без идеологии вообще нельзя. Но это не идеология в смысле душевных скреп. Это способность начальника отвечать на самые разные вопросы в рамках некой общей парадигмы, некоего общего видения. То есть в нашей стране начальник – источник истины. По всем вопросам о будущем, как я сейчас буквально закончу. Вот носитель идеи, какой-нибудь инженер, изобретатель, он эксперт и супергений в этой конкретной теме. Он придумал какую-нибудь свою гайку, и он в ней прямо самый главный. Можно там спорить, но он в ней главнее всего. Идеология отличается тем, что это не одна гайка, это миллионы гайок. Это я о том, что ты говоришь, что когда сотрудник приходит к руководителю и спрашивает, как правильно, руководитель, не задумываясь, отвечает, как правильно. Может быть, задумываясь, отвечает. Но откуда он знает, как правильно? Чувствует. Другого варианта нет. У него должна быть внутренняя картина. Вот этот локатор, он к какому? Био-социо? Где он? Это всё социальная вещь. Обезьяна так не умеет, так не умеет делать львы, жирафы. Этому учат? Или это врождённая интуиция? Я тебе приведу такой пример. Недавно арестовали такого мужчину, назывался Бог Кузя. Когда его арестовали, у него нашли 243 миллиона рублей. Это вымышленный персонаж? Нет. Настоящее совершенно освящение к московскому приходе, которого прихожанки объявили Богом. Журналистом назвали его Бог Кузя. Он там сделал небольшую свою секту, но он настолько был человек искренний, настолько он хорошо относился к прихожанам, что слава о нём пошла, и люди шли к нему, потому что он делал чудеса. Неважно, правильно, неправильно, суть просто в том, что он сделал свою секту, и большая группа людей поверила в него, несла свои деньги, он их не давал на себя, он давал их на общину. Итог, когда его арестовали, в тазиках нашли у него, как у губернатора, 243 миллиона рублей при аресте. Это просто пример. Многие учатся годами, Гарвард, там, все дела, а Бог Кузя вот здесь без образования, без ничего всё добился, потому что он знал ответы на все вопросы. Вопрос. Вот вопрос. 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 Да. Вопрос. 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 учебника с иностранных школ, к сожалению, учебники перевели, научили какое-то количество людей, они зачитывают эти учебники, может какие-то дополнения, но говорить о том, что россияне создали свою школу управления, и она как-то сейчас развивается невозможно, ну согласитесь. Нет русской школы управления. На сегодня нет, она была в СССР, сейчас её нет, где китайская школа управления, где индийская, где японская, она же есть, мы о ней просто не знаем. Не знаем. Мы что-то слышали о японской школе управления, канбанка, кайдзен. Я понимаю, это даже не школа, это то, что иностранцы реализовали там, а потом вернули к нам сюда, как некое достижение. То есть, ведь почти во всех этих кайдзентам и так далее всё это вещи, это то, что после войны Второй мировой американцы, европейцы реализовали на базе японской культуры некие проекты, и потом это вернулось обратно. Окей, итак, смотри, давай тогда вернёмся к главным правилам. Вот вы смотрели, у руководителя, мы его рассмотрели, есть био, есть социо, он понимает. Мы сказали, что очень важно быть самооценкой, уважением к другу, к самому себе. Но вот он приходит на работу, вот он открывает двери своего офиса, я видел разных руководителей, начиная с того, что свиты его встречают у входа, как короля, видел другого, что он там поспокойно заходит, и разные экономические эффекты были разные. Но вот основа отношений между руководителем и подчинённым, это что? Доверие? Ну, доверие в том числе, но тут важно следующее. Мы по биологическим причинам хотим быть хорошими. Для нас очень важно быть хорошими, ощущать себя хорошим, и получать от мира… В отношениях друг с другом? Ну, а по-другому не существуем, мы социальные животные. То есть, для нас как бы невозможна жизнь в одиночестве, мы живём вместе. Соответственно, начальник – это источник оценки как судья, он определяет, хорошо или плохо. И мы постоянно ищем в нём подтверждение, что мы хорошие. Доклады, отчётность, его движение брови ловим, чтобы каким-то образом получить от него, что мы молодцы. И для многих это намного ценнее, чем деньги. А обычно лучшие работники в компании… Это напоминается Макиавелли сразу, помнишь там… Ой, слушай, ну Макиавелли просто красиво писал. Если бы Макиавелли был, то Папа Римский, если бы он захватил мир, я понимаю, это всего лишь хороший автор, как Суньцзы. То есть, это красивая книга, которую можно цитировать. Но там как раз об этом много говорится, о внимании, то есть, ты допускаешь, не допускаешь, это способы управления. Вот согласись, когда ты читаешь книжку, это удобно, вроде всё понятно. Попробуй сделать. Закрываешь книжку, а делаешь удар. Вот в этом вопрос. То есть, начальник приходит, и оно само работает. Вот мы же когда дышим, мы же не пытаемся раз, два, три, четыре. То есть, оно происходит само. У многих из нас власть в крови, она просто есть. И поэтому, кто её раньше открыл… Хорошо, есть у тебя особые ключи по открытию таланта начальников, обычных людей? Я так скажу, это ключи поступков. То есть, человек проверяет себя в этих вещах в виде теста простейшего. Он попадает в некую сложную ситуацию. Ну, неважно какую, там, врал на работе, что-то ещё. Ведь повышают не просто так. Есть сотрудник, он пришёл на работу, работает. А потом вдруг раз-раз-раз, пришли с ним восемь человек, этого повысили, этих нет. Он что, участвует в другой школе, у него другое образование? Нет, он просто делал свою работу более ответственно. Он совершал поступки, он делал маленькие шаги, чтобы быть лучше. Он не пытался рассказать всем. Он просто свою работу делал хорошо. И у нас, к сожалению, это проблема. Часто повышают специалиста. И потом требуют их с начальника. Он просто хороший спец, а требуют их с начальника. И вот, если ему не дали время вырасти внутри себя после повышения, стать начальником, он ломается, и компания теряет и спеца, и руководителя. Слушай, это очень интересно. У меня был один кейс. Один руководитель завода говорит, слушай, мне нужно уехать в горы на три месяца. Что мне делать? Я говорю, давай попробуем так. Когда тебе ехать? Он говорит, через полгода. Хорошо, полгода хватит. И мы начали с того, что в определённый момент стали снижать его участие в операционном управлении. Понимаю. Через месяц мы поставили стоп-лоссы. Об этом знал финансовый директор, об этом знал ещё один приближённый руководитель, и он исчез. Мы знали, что всё происходит на заводе. И в тот момент, через примерно две недели, некоторые из тех, кто не был начальниками, проявили себя и взяли на себя ответственность, которые не могли взять назначенные им начальники. Ты говоришь именно об этом? Да, так и есть. То есть, человек поступает, он не может, он просто так хочет сделать то, что он делает, что ему проще на всех наорать, пойти по головам, но добиться. Это не ожидание, а можно я сделаю? Это именно делание. Вот берёшь и делаешь. Тебя могут ругать, запрещать, ты всё равно делаешь. Ты сказал сегодня утром, что очень важный набор такой, как бы кейс, джентльменский набор начальника, неважно, женщина или мужчина, без гендерного аспекта. Это вот у меня записано три важных вещи. Это доверие, вызываемое, выдаваемое. Давай об этом чуть подробнее. Второе – это терпение и третье уважение. Раскрой вот эти вот три вот этих вещи, как вот по сути инструменты менеджмента. Значит, первая вещь. Начальниками не рождаются, начальниками становятся. И, соответственно, первый этап становления, когда люди пальцы, когда подчинённые пальцы, и начальник ими управляет не как людьми, а как пальцами. Слишком сильно контролирует, слишком мало доверяет. Он буквально как будто всегда говорит, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вот это вот первый признак недоверия. То есть человек воспринимает другого не как личность, а как механизм. Инструмент. Причём плохой инструмент, кривой, неровный. Он его там учит, точит, ровняет. А человек сам знает. Я не буду с этим спорить. Но смысл просто в том, что у некоторых бизнесменов, предпринимателей бизнес никогда не вырастает выше определённой численности. Для многих из них комфортно условно, например, пять подчинённых. Вот человек, если шесть, он кого-то из первых увольняет. Не может по другому, потому что для него люди пальцы. Вот первый тест на взросление руководителя – способность воспринимать людей как людей, доверять им, делать ошибки, принимать их как поступки для человека. Это в себе воспитывается? Это, опять же, приём практики. Сегодня он палец. Ты разрешаешь ему ошибаться. Палец не ошибается, потому что это палец. Он делает то, что ты приказал. А если он делает сам, значит тебе необходимо смириться с тем, что будут ошибки. Буквально… То есть я хочу сказать… Тут важно следующее. Начальник должен примириться с тем, что всё не идеально. То есть он это должен принять и не испытывать боль душевную от того, что другой сделал плохо. Ну он же сделал. Пусть хоть криво, но сделал. Завтра будет лучше. Вот нужно согласиться с тем, что это нужно перенести. Поэтому переходим ко второму пункту, к терпению. На секунду. Да. Доверие. Пару недель назад в нашей студии здесь была Екатерина Леонтьева, владелица студии стоматологических клиник. И она создала некую бирюзовую прообраз своих организаций. Так она называет её. Да. И получается, что она говорит, первый год, когда я отпускала людей, я дома не могла себе найти места. Я хотела позвонить, наорать. Вот я выжимала из себя доверие. И через боль я это приняла, но… Да. В данном случае не было через боль. Да. Поэтому… Это через усталость. Многие мужчины так принимают через усталость. Али, ты устал, сделай как хочешь. Да, да. А потом смотришь, что получилось. Да, да, да. Это, кстати, гораздо более частый вариант, чем вот это вот «тигры в клетке», когда женщина сидит в комнате, не выходит никуда, с другой трогать. Это скорее редкость. Два. Уважение, да? Терпение. Терпение. То есть вот нужно терпеть риск. То есть риск всегда. Выходишь на улицу, машины, там люди, риск всегда. И поэтому вопрос в следующем, что мы один риск принимаем легко, а другой к ним возможный. И некоторые руководители очень тревожные люди, они прям сильно беспокоятся и риск принять не могут. Риск чужой ошибки, их свои ошибки. Вот способность риск своей и чужой ошибки принять – это как бы признак взросления. Вот возможность отпустить людей, этим доверять, это значит при этих целиком и с достоинствами, и с недостатками разрешать им делать ошибки и просто регулировать её размеры. Чтобы это ошибка была не фатальной. Чтобы это не была смерть компании, чтобы это было в некоторых пределах. Это остаются эти стоп-лоссы, про которые вы говорили. Вот это вот ситуация. Смотри, 99% совещаний начинается с того, что руководитель начинает вытаскивать мордой по об стол всех, кто сделал что-то неправильно. Опять, это не со зла, это традиция. Это называется утренний кофе. То есть, вот как бы участок коллектив не работает, если не было утреннего трендежа, потому что шеф должен зарядить людей на подвиге. Вот ты или кофе пьёшь и проснуться, или у тебя шеф будет. Вот шеф пришёл, у него полно энергии, он всех зарядил и потекла энергия по коллективу. Если шеф было коротким, внятным, на полчаса, компания работает нормально. А вот если шеф их мотивирует полдня, а потом они полдня что-то делают, компания простаивает. То есть, работники ждут, когда будут указания. Указаний нет, как бы… Работания. Да, ждём. Окей. Уважение. Вот тут уважение такое. Это вопрос уважения к самому себе. То есть, к сожалению, многие начальники себя стесняются, себя не принимают. Как красивые женщины, многие почему-то думают, что они некрасивые. Так и начальники, многие очень, как красивые женщины, себя не принимают. Другие им завидуют, восхищаются, пишут всякие хвалебные слова. А сам начальник, боже мой, я такой урод, я такой дебил, это сделал неправильно, это сделал не туда, это не сюда. И живёт вечно в этом чувстве неприятия себя. Низкие самооценки. Ой, я вот это слово не люблю. Смысл просто в том, что он условно вслух сам себе говорит, что он плохой. То есть, он как бы вместо того, чтобы признать, что у него есть успехи, этим надо гордиться. Ну что, надо хорошую секретарь, чтобы она ему говорила, что всё хорошо. Хороший вариант – партнёр. О, тандем. Да, тандем. То есть, самая надёжная управленческая единица – тандем. Тандем не значит, что должен быть замдиректора, это может быть кто угодно в халме. Ну вот, просто человек, с которым… Давайте я скажу такую важную вещь. Чем тандем отличается, допустим, от брака, от партнёрства? Мы привыкли людей прощать. Наша традиция такая была, если это обида, я бы кого-то простил. Но если ты кого-то простил, значит ты кого-то судил, а потом принял решение и простил. И, соответственно, ты потом можешь в следующий инцидент ты можешь наказать сразу за обе вещи, и за прощение, за что-то ещё ты не забыл. То есть, в обычной жизни мы всех прощаем, это очень плохо. Это значит, что мы помним обиды, мы их накапливаем, мы можем быть очень жестоки в конце. В тандеме происходит амнезия обид. Не вопрос, что люди не злятся, не ругаются. В тандеме проблема забывается, точнее оценка её. Есть какая-то трудность, её ты решаешь. Когда она возникает, могут быть обвинения, скандалы, конфликты. Но проходит время, бывает следующее утро, приходят и начинают новый день, как будто они вчера не говорили друг другу, что ты козёл. Амнезия оценок – это ценнейший навык тандема. То есть, когда руководитель не помнит зла, он не говорит другому, что неправильно поступил, не то сделал. Они вместе в чём-то виноваты. Это управленческий процесс. Но вот забыть, не простить другого, а забыть, просто исправить проблему и идти дальше – это и есть сила вот этого тандемного управления. Потому что руководителям приходится постоянно обсуждать сложные вещи, возникают постоянные конфликты, споры из-за денег, из-за людей, из-за управленческих решений, ну куча всего. И вот способность сохранять отношения и говорить друг с другом, при этом не вынося оценок, либо забывая эти оценки, позволяет этой паре функционировать долгие годы. То есть, руководитель, будучи одиноким, имеет огромную проблему, у него как бы мысли есть в голове, но они часто оживают и становятся вечными, когда он их высказывает. Ему важно с кем-то это обсудить, с другом, с партнёром, с кем-то ещё. Приходишь к психологу, психолог не понимает. Ты знаешь, я вот, помимо всего прочего, занимаюсь как бы коуч и работаю как раз с руководителями. И для многих из них они говорят, слушай, давай просто я тебе расскажу, что меня волнует сейчас, вот выслушай меня. И это 90% запроса высочайшего уровня руководителя. У нас вообще в стране никто не хочет никого слушать. Мы сейчас платим деньги, чтобы нас слушали. То есть, это огромный дефицит. Поэтому тандем, повторюсь ещё раз, это способность говорить по-настоящему откровенно. По-настоящему волнующие проблемы, которые прям по чесноку, про бабки, про власть, про бандитов, про кого угодно. Те, кто этого не имеют, как будто кипящий котёл, в котором количество отравы всё время возрастает. И в конце концов… Токсичность его. Да, да, да. У него крышка в конце концов срывает. И поэтому, если говорить про бизнес, про развитие, самое лучшее ваше развитие будет тогда, когда вы поймёте, кто в вашей компании ваш член тандема. Это может быть неявно, это может быть просто по факту… На счёт, которому вы доверяете. Да, да. Как я тебе говорил, время пролетит незаметно, осталось пять минут. Да. Расскажи мне буквально несколько слов. Ты говорил о том, что ты читаешь предметные курсы в разных наших московских университетах, в вузах, и там ты говоришь о некой личной энергии, о том, что всё в человеке, в руководителе, есть внутри него самого важно раскрыть. Это как человек с фонариком, ходящим по поляне. Что это значит? Чему ты учишь? Значит, я считаю, что, как бы ты правильно сказал, на тему того, что всё внутри. Чтобы это принять и понять, нужно осознать, где твоя самая энергия. Обычно, когда банально не просто звучит, она находится в той зоне, которая бессознательная, неосознаваемая часть. Рацию просто её займёт, как кредит в банке. То есть, наша рациональная занимает каждый день… Но энергии бесконечное количество, в принципе. Да. Мы же живём. То есть, пока мы живы, энергии вагон. То есть, ты просто не умеешь ей пользоваться. Грубо говоря, тебе дверь закрывают. То есть, если ты поступаешь неправильно, твой собственный мозг закрывает тебе двери, перерубает трубильник, и говорит – адьос! Наступает депрессия, наступает кризис личностный, ходишь по врачам – можно дверь открыть, сварку дайте, разрежем, чтобы можно было снова заработало всё. В этом проблема. И выздоровление наступает тогда, когда ты находишь новую дверь. Потому что дверь тоже бесконечное количество. Мы обычно ловимся в одни, которые нам уже раньше были известны. Вот мы же тут брали, тут было нормально, мы в них стучимся… И поэтому хайвы по проторенной дороге всё время ловим. Правильный отдых. Но это не отпуск. То есть, начальнику нужно найти среду, которая его отдыхает. То есть, самая ценная вещь с точки зрения долгого управления – это понимать, что вас на самом деле отдыхает. Одних отдыхает вода, других – воздух свежий. Охота там, не знаю. Бывает не поход, а одиночество. Вот поехал ты куда-нибудь, в отпуск, в горы, ещё что-нибудь. Там устал, как собака. То есть, лазил по горам всё. Но приехал, довольный, сил полно. Что из этого тебя отдохнуло? Ты можешь пойти в спортзал и там у хайдокаться по самой гландой. И отдохнёшь. Поэтому часто отдыхаешь, потому что у людей других нет. Часто хватает одиночества, чтобы отдохнуть. То есть, есть разные формулы. Нужно это понять. Вот когда ты знаешь, ты вернулся с какого-то места или там какое-то действие отдохнувшим, нужно проанализировать это и выделить, что ты там такого делал, что ты почувствовал отдых. И потом именно это воспроизводить. То есть, находить время на то, чтобы тебя это отдыхало. Опять же, услышать себя. Да? Да. Но единственное, умоляю, не занимайтесь осознанностью. Слишком много информации. То есть, вас завали данными, но они будут непродуктивными, и вы не получите результата. Будьте проще. То есть, не надо всё сразу пробовать. Жизнь, бесконечность себя в плане познания. Начальнику нужно сохранить радость от начальствования. Её нужно почувствовать. И поэтому, когда ты умеешь отдохнуть, восстановиться, для тебя командовать естественно. Это как дышать. Давай в оставшуюся буквально минуту подведём очень краткий итог. Итак, я буду говорить, ты меня дополняй. Начальниками становятся. Да. В целом, в принципе, каждую из нас есть ген начальствования. Да. Ген начальствования проявляется с детства. Да. Если, в принципе, тебя не душили родители, не гнобили, и даже если это было, он всё равно может проявиться. Так и есть. Начальствование проявляется в сложной ситуации, когда человек берёт на себя ответственность. Вот вроде сидит другой руководитель, он говорит, нет, пойдёмте делать, будем так. И вот это и есть настоящий природный начальник, для которого начальствование является неотъемлемой частью жизни, как воздух. 5 био-составляющих начальника, 5 социо, которые уже надо немного понимать. Есть такая книга, называется «Российский руководитель гений». Там об этом подобно написано. Да. Но мы сейчас не просто пробежимся. Картинка, беззащитность, выносливость, управлять звуком, эмоциями – это естественные, природные наши качества. 5 социальных. Слово… Власть мифа и сказки. Власть мифа и сказки. Идеология. И власть компетентности. И власть компетентности. Да. На это всё мы накладываем доверие, терпение, уважение к самому себе и умение человеку найти тандем, где он может отдохнуть. Да. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Андрей Ващенко. Да. Эксперт по начальникам. А мы с вами увидимся буквально, не поверите, завтра, потому что у меня внезапно возник новый эфир, и завтра будет очень интересный эфир, а обычный наш эфир будет по средам. Пока. Пока. С вами был Роман Дусенко. Бизнес-завтрак на Радио Медиаметрикс. Пока. С вами был Роман Дусенко.